АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не собирался ехать на совсем, я хотел на полгодика, а затянуло на 10 лет. Ясно. И я знаю, что у вас был трудный путь, да? Не пришлось торгнуться. Кем только не пришлось поработать. Вроде порядочный, симпатичный, приятный, сдержанный, воспитанный. А потом вы с завидной регулярностью и постоянством вызывали девушек почему-то из Саратова. Ну, потому что я же родом из Саратова. А потом там самые красивые девушки, Юлька Зимина, например. И первая жертва была кто? Ну, жертвой я бы не назвал ее, конечно. Жертвой вы? Жертвой, наверное, я получился в итоге, потому что прожили с девушкой полтора года до... А вы ее вызвали из Саратова? Нет, мы вместе уехали. Первый раз мы поехали вместе. Была большая любовь? Ну, в общем-то, да. В реале получилось не так, как все предполагали, как это обычно бывает. А над кем пошла работать? В бар. Там мало вариантов. Мне кажется, что люди, уезжая за границу, да, не от хорошей жизни-то в России бегут. А как же ей удалось там закадрить богатого пожилого испанца? Вот приходят клиенты, обращают внимание, особенно на русских девушек, они везде популярны. И получилось так, что удалось, видимо, как-то... А как она вам об этом объявила? Мигрантская жизнь очень несладкая, и нам приходилось жить по 8 человек в одной комнате, в одной, ну, в двух комнатах. И она сказала, что ей от работы дают квартиру бесплатно, где можно пожить. Она говорит, я типа перейду туда, а потом, если получит, я тебя с собой, мол, позову. Но это уже был какой-то знак нехороший. Да, я как-то, ну, доверие было полное у меня. Вот. И получилось так, что я отпустил. Вот. А потом как-то выяснилось, что... Что ей сторожа представили, престарелого испанца. Со старым богачом я, конечно, не готова пожертвовать своей жизнью ради денег. Нет. Я даже пытался с ней наладить отношения, вот к слову скажу, что я как-то... Когда она меня не пускала в их территорию, я даже без лифта залез к ней на балкон на третий этаж. Чтобы с ней просто увидеться. Хорошо, что меня оттуда не скинуло. У меня был просто напор, когда я что-то хочу, я добиваюсь. Я пытался еще раз с ней помириться. Она так хотелось... Вернуть. Любил. Большая любовь была у нее. Ну, это хорошо. Значит, надо испытать чувство. Ну, хорошо. И следующая девушка была кто? Как вы ее нашли и где познакомились? Это была дочка моего хорошего знакомого друга. И сколько эта любовь длилась? Год где-то. А третья, которая приехала в Испанию и ушла в запой? Да. Это третья. Ну, она из нормальной семьи, просто у нее отец, мать, все были, дочка, да, все хорошо было. Но просто любила выпить. Запой ушла? Ты посмотри-ка. Однажды... Как-то в очередной запой ее был, а он у нее продолжался примерно два раза в месяц. И дня по три. Причем так жестко, что... А ревность у нее... Вот она была как бы не овен, но ревность у нее была жуткая. А у меня бывало, что я дома вечером запаздываю, куда-то уехал по делам, то-се, там с кем-то увидеться. Однажды приезжаю домой, и там, значит, костер, и в нем, значит, горят мои вещи, документы, какие-то там все, что там... Это было до того, как она вам кастрюлю в голову пульнула? Это было как раз после этого, я захожу домой и начинаю выяснять отношения. Она в это время говорит, ты где был, все такое, и в этом кидает меня как бы... В общем, когда полицию вызвали, она сказала, что... Это вы ее избили. Да, я вызвала полицию, приехал у две машины, она увидела это все, разволновалась, упала на колени, прости, больше не буду. Ну, я уже ничего не мог делать, они уже заходят. А у них, поскольку, вот на самом деле, законодательство немножко на женской стороне, они больше верят женщинам, чем мужчинам. И вы не стали ее лечить, не стали ее вытаскивать? А как? Это же... Нянчиться не стали с ней, а вы проводили ее обратно в Россию, или она там тоже задержалась? Нет, она там задержалась, более того, она потом вышла замуж и уехала в Англию, сейчас она живет в Лондоне. И бросила пить сразу, видите? Нет, ну, кстати, мы с ним тоже общаемся по интернету, сейчас уже возобновили, как бы, она говорит, что с вредными привычками завязала. А зачем вам это нужно, с бывшими общаться? Ну, я, понимаете, я человек такой, я, это, зла не держу, скажем так. Дело не в этом, а у вас появится вот женщина постоянно, которой это будет неприятно? Ну, значит, тогда придется прекратить. Хорошо. Вот вы возвращаетесь снова в Саратов, и там встречаете девушку из неблагополучной семьи. И думали, что ее осчастливите. Не думал счастливить, это была любовь реальная. Мы просто встретились, познакомились, и я прям... Поженились, ребенок родился? Не сразу, опять же. Сначала мы уехали в Испанию, а уже там спустя через год, наверное, где-то узаконили отношения, и у нас родилась дочка. Главное, что у него память хорошая, он всех своих девушек вспомнит. Оказалось, что он такая мужик в юбке. Вот, точно. Вот так вот. Я до сих пор это и говорю. Она сейчас, если ее услышит, она вспомнит. Сколько с ней прожили? Вот она была овен, чистокровный. Три года. Вам сейчас 45 лет. Что у вас есть сегодня? Где вы живете? Сейчас живу в Москве на квартире. Снимаете? Да. И вы занимаетесь недвижимостью, да? Да. То есть продаете в Испании? Да, я как-то типа... Язык, естественно, вы учили за это время? Конечно. У меня связи, партнеры до сих пор все в Испании. Ну, то есть вы не нуждаетесь, вы не бедный мужчина. Ну, я сказал бы так, Настя, как сейчас у некоторых говорят, менеджер среднего звена. Что, не бедный? Квартиры нет? Есть машина? Машину перед отъездом в Москву я продал, но машины это не вопрос. Машины тоже нет? Я могу купить. Прописки нигде, но тоже нет? Я прописан. Где? В Саратове. Но там квартиры нет, просто прописан. Дом частный, родительский. Родители живы? Да. Ну, матери нет, а новая семья есть. Ну, они уже с моих детей настрогали, поэтому, я думаю, вы и там не удел. Упс. Мне кажется, что... Хорошую женщину надо, понимаешь, которая будет вдохновлять и поддерживать. Да, да, чтобы... Нет вот этой девушки, которая мотивирует его на поступки. То есть, как бы для себя жить уже не интересно, нужна муза. Нужна муза. Кроме того, чтобы женщина не должна быть овном, какую не будете рассматривать? Ни за что и никогда. Потому что вы всеядная, и какой хотите, думаю, будет перечислить. Я бы не сказал, что я всеядный, наоборот, разборчивый, поэтому до сих пор пока не определился. Спортивная, стройненькая, как я. Ну, я могу сказать, что я уважаю, и чем мне нравится, конечно, да. Ну, нравится, когда девушка занимается спортом, это же хорошо. Ухоженная. Нравится, когда она ухоженная. Это же всем нравится. И еще, знаешь, самое смешное-то, хочешь, чтобы вечером она ложилась вот такая прям при лестнице, и утром такая же вставала. Ну, чтобы это не макияж был. Ну, это татуаж, послушайте, нет, это гиалуроновая кислота и так далее. Но это все, в конце концов, это все внешние данные. Но есть в женщине что-то в каждом. Важно, нет, вот как раз, если так подробно зацикливается на внешности, все остальное отходит на второй плане. Я согласна с тобой, но ведь уже обжигался. Ну, тогда, скажем так, чего я не хочу, это, наверное, не хочу содержанку. Это точно, потому что я хотел, чтобы у меня с женой было равноправное отношение. А когда она будет красоту свою наводить и ходить по клубам, чтобы держать себя в спортивной форме? Ты занимаешься, ты ходишь в клуб, у тебя есть время на это? А у тебя... У меня дома стоит дорожка, я не бегаю. Она у меня как вешалка, на ней высохнет белье. Нет, я успеваю. Как он будет сидеть у Николани двора? А зато хочет рядом с собой видеть девушку, понимаешь, принцессу, королеву, неревнивую. И вот с твоей зарплатой, кстати, ты бы ему очень подошла. Я ей говорю, что она ему подходит. А мне бы он подошел. Детей планируете еще? Хотел бы, конечно, сына. Дочка у меня есть, она сейчас живет с мамой в Испании, но вот я очень редко ее вижу, очень скучаю. Ну и давайте знакомиться уже. Извиняюсь, а можно в защиту уже не ха сказать? Как вот его обрисовали, он не настолько неразборчив или всеяден. Дело в том, что он... Ну, прежде всего, он мужчина, мужчина, который не сидит сложа руки, который не опускает руки. Что он может предложить, кроме неопущенных рук, это... Куда он невесту привезет? Подождите, ну давайте начнем с того, что прежде всего мы люди, правильно? Он мужчина, настоящий мужчина. Ну и что это? На хлеб намажешь это? Можно, я скажу. Видишь, молодец какой, не дает другу в обиду. Так он умеет, так он умеет все делать, кроме того, что у него ничего нет. Человек вы достаточно жесткий, чего греха таить. И у вас есть свои представления о принципиальности, что здорово, замечательно. Но, скажем, мягкая женщина с этой принципиальностью не уживется. Квадрат Солнца с Марсом говорит, что вы и решительные бываете, сверх меры, и в отношениях напористы, и заставлять женщину умеете. И при этом женщина вам нужна не покладистая. Вы готовно отказались, но другой огненный знак, лев, я считаю, что вам можно как типаж рассмотреть, яркий просто. Эти женщины умеют не слышать, если мужчина их критикует, а этого у вас достаточно. Они умеют не относить это на свой счет. Это действительно иногда бывает важно, потому что у человека мягкого вы способны, я не хочу сказать, растоптать, но комфортно такой женщины рядом с вами не будет. И на всю жизнь, пожалуйста, запомните, вам все всегда будет даваться сложно. Такой у вас гороскоп. Только титаническими усилиями. Поэтому работать, работать, еще раз работать. Ну что, друзья мои, приготовьтесь. Первые невести, проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Привет, Олег. Меня зовут Алена. Но хочется привнести в твою жизнь больше эмоций, позитива. Хорошо, давайте попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Алена, 35 лет. Преподаватель хореографии в танцевальной студии. Катается на горных лыжах, коньках и велосипеде. Любит играть в шахматы и владеет искусством массажа. Гордится дочкой-отличницей. Предупреждает, что не умеет экономить. На одного возлюбленного Алена потратила слишком много нервов, а на другого – крупную сумму денег. Надеется, что Олег не обманет ее надежд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Женщина на грани нервного срыва. О каких нервах идет речь? Что не поделили с ухажером? Ну, я рано овдовела. И... А что случилось? Ну, в драке, вот, три ножевых ранения и скончался в реанимации. Он был бандит? Нет, он не был бандит, он трудился, зарабатывал деньги самостоятельно. Дочке моей было уже четыре годика. Ну, тяжело, конечно, так овдовить, представляешь? Конечно, конечно. Для ребенка тяжело, как переживающий за ребенка. За мной стал ухаживать одноклассник, которому я училась в одном классе. Он меня в тот момент поддержал, очень здорово, подарил эмоции. Но после года я узнала, что он балуется наркотиками. Тяжелыми? Достаточно, да. Но так как я по образованию психолог, у меня очень много знакомых психологов, я попыталась ему как-то помочь, вернуть его к жизни. Ну, я считаю, что мужчина еще молодой, позитивный, добрый. Выяснилось, что родители были в курсе, но вам не сказали. Да, не сообщили об этом. Никто об этом не узнал, я узнала, когда уже... А не страшно было? Маленький ребенок, наркоман в семье? Я испугалась, я испугалась, но... Но не выгнали его. Может, вам нравилось быть в роли, ну, не жертвы, а такой спасительницы? В какой-то мере, наверное, да. Все-таки я хотела включить свои профессиональные качества, наверное, психолога. И на сколько вас хватило? До четырех лет мы протянули. На ребенка хватало в это время энергии? Или ребенок на второй план ушел? Вот, скорее всего, да. Там же были у вас все, и реанимации, ну, все как положено, полный набор. Да, да. А он сел в тюрьму за распространение или за употребление? Его посадили за распространение, но уже после того, как мы расстались. А у вас уже был в то время возлюбленный, на который вы огромную сумму денег потратили? Да, потом за мной ухаживал тоже из одного двора, который, в принципе, мне со стороны казалось, что очень... То есть вы также постоянные в выборе своих возлюбленных? Вы с одного двора, вы жених из одного города, да? Ну, как-то далеко не надо ходить, все рядышком, все друг от друга знают. Кажется, приличный сосед. Да, кажется, вроде со стороны все прилично. Мало того, из хорошей семьи, как вам казалось. Да, а когда начинаешь углубляться и начинаешь... Вы сделали вывод, что он Альфонс. Почему? Ну, потому что он не делал красивых поступков, я считаю, если мужчина... А вдруг я рожу ребенка? Получается, я не могу сидеть без работы, а как мне, ну, а ему... Ну, для этого, а вдруг, нужно сначала пожениться, как минимум. То есть это все в таком именно порядке. Сначала предложение, руки и сердце, потом вы женитесь, а потом вот эти самые вдруг наступают. А если вы просто с ним проводили время, то вам зачем думать об этом? Ну, этот женит для нее просто находка по сравнению с наркоманами, альфонсами. Это золото. У нее просто неудачный двор какой-то. К ребенку как к вашему относился? К ребенку никак не относился, это меня вот очень сильно как бы насторожилось. Ну, я, в принципе... Он вам самой не был нужен определенный период времени, а тут должен мужчина интересоваться вашим ребенком. А сколько денег-то занял? Ну, он не занимал денег. То есть вы ему не давали? Ну, незначительная сумма, но для меня это все равно 5-7 тысяч. Ну, это все равно как... И он альфонс сразу? Выяснилось, что не только вам казалось, что он альфонс, мужичонкам оказался никчемным, и даже бывшая жена его бросила и вышла замуж, уехала за границу. Поэтому вы сегодня пришли без... То есть абсолютно с законченными на всех фронтах отношениями. На всех отношениях, да. Вы абсолютно свободны. У вас есть работа. Сколько ребенку лет? 16 лет. Девочке? Да, девочке 16 лет. Она живет с вами? Со мной, да. А не страшно мужчину привезти в дом, когда в доме юная девушка? Страшно, конечно. Да, это я очень... На что будете в первую очередь обращать внимание, когда приведете мужчину в дом? Ну, как раз на такие... Уже шоколадка ребенка не купишь. Уважение прежде всего, да. А на зарплату не будете? Вот он говорит, тигня зарплата. Люби меня, как я тебя... Нет, ну, любовь любовью, но когда касается быта, тут уже неизбежно... Все реально. Девочка с вами будет жить или она уже... Я думаю, что в дальнейшем она уже взрослая, она уже хочет тоже снимать квартиру. А сколько девочек? 16 лет она... Квартиру снимать уже будет? Ну, планирует учиться, обучаться в университете. Ну, через какое-то количество времени? Да, ну, в университет какой? В 17 лет поступает в университет. Хорошая мама. Девочка красивая. На испанку похож. О, точно. Она ему должна понравиться. Она такая испанский вид такой. Скоро лето, пора подумать о фигуре. Вам помощь диеты Елены Малышевой. Еда для стройной фигуры. Просто ешьте и худейте. Пусть ваши мечты исполнятся. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalышевой.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Лариса, оказывается, наши сегодня невесты до такой степени смелые, что каждая из них подготовила видеоролик без макияжа. Давайте глянем. Давайте посмотрим. Привет, Олег. Олег, я знаю, что в девушках тебе нравится натуральность. Можешь посмотреть на меня, какая я без косметики. А вы знаете, что у вас есть три бонуса? Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна. Что хотите узнать? Семейная традиция. Семейная традиция есть такая? Ну, бабушка у меня очень, я считаю, уникальная бабушка, которая родила моего папу в 40 лет. Но она обладала какими-то знаниями, которых могла... Она по образованию медик была, медсестрой военной временой. Она лечила солдатов. И она умела заговаривать на говоры, заговоры, на воду. Когда мы болели, у меня было двухстороннее воспаление легких. Вот, то есть, я помню, мама, она мою маму научила, как это делать. И она нас лечила, когда уже никакие лекарства не могли помочь. Мама у меня от отчаяния прибегала к таким... И вы умеете? Меня этому не обучали, но, может быть, у меня гены... Ну, вот на нашему потренируете. Да. Спасибо большое. Моя мама тоже заговаривает меня и Лёльку. Вам нужно переодеться для сюрприза? Да. Пройдите, а мы пока с подружками поболтаем. А хороших отношений нет, Алёна, с дочкой? Да. Нормальные отношения с дочкой хорошие. Везде вместе отдыхают, вместе дружат, общаются, как подружки. А 16 лет она и не собирается отселять. Это просто она сказала к тому, что в дальнейшем вырастет, поступит в университет. Опять же, куда-то отселять это не в другой город, а здесь же рядом, под маманным присмотром. Но... Почему надо отселять ребёнка, я никак не могу понять. А дети сами тянутся? Нет. Мама не желает, чтобы её отселить. Дочка сама хочет, как бы, какой-то жизни такой вот отдельной. Ты как ребёнок, вот я не понимаю, как девочка ходит? Ну, времена такие. Я вот не понимаю, как твоя, допустим, Викуся, будет ходить с дочкой. Я тебе расскажу больше, мы с Викой тут говорим. Я ей говорю, ты вырастешь, придёшь к нам в гости, увидишь, как Слава подрастает, и он тебя будет взрослым, подхватит на руки. Не ты его, он тебя уже будет носить, как сестру. Она говорит, погоди, а вы меня что, отселить собираете? Вот. Ну, ему будет 20, тебе 33. Она говорит, нет, я не понимаю, вы меня что, отселить собираетесь? Ну, и моя так же, я думаю, и твоя тоже сама. Нет? Отселить хочешь? Ну, конечно, ну-ка, ребята, 21 век, ну, о чём вы говорите? Кто сейчас будет? Ну, она только говорит, мам, я замуж выйду, ночевать буду, приходить домой. Сюрприз готов. Давайте посмотрим. Очень женственно, вообще, конечно, очень красивый, естественно, на него впечатление, да, какое, смотри. Спасибо, дорогая. Идите к нам. Оригинально. Костюшка, карминоктар. Да, да. Это же каких деньжиз стоит. Молодец, клёво. Проходите в комнату с вами, спасибо вам большое. Павел и Денис, произвело впечатление на вас? Ну, да. А Алёна? Понравилось? Ну, ребёнок взрослый, правда. Тяжело, мне кажется, будет. Тяжело кому будет? Олегу? Ну, им обоим. Мне кажется, насчёт дочки неправильно поняли. Ну, Лариса, она совершенно нормальная, она отреагировала на... Вопрос, вот, отношения мамы и дочери, вот это я обратил внимание. Во-первых, во-вторых, мне интересно, если у мамы с дочерью такие отношения, у нас же у Олега тоже дочь, а мне интересно, как они между собой вот ещё. А Олеговой дочери сколько? У меня 6 лет, девочки. Ну, ваши 6, и 6 и 16, это абсолютно ничего. Ну, это как бы... Любят детей, нет какой, найдут они общий язык вот с дочерью, то есть, ну, как бы... Ну, я поняла, что дочка в Испании с бывшей женой, поэтому, Алёна, какое иметь будет к этому отношение? Нет, она же не всё время там, она приезжает, они так же общаются. Ну, значит, где-то на 3 месяца в год я её забираю, я с ней, как отец-одиночка, везде езжу, развлекаю, вожу, потом обратно отправляю в школу. Значит, будете решать, будете подстраиваться под жену, так как удобно будет жене. Если жене будет неудобно, чтобы она 3 месяца у вас жила, дочка, значит, будете либо отцом-одиночкой, либо будете решать эту проблему с бывшей женой, если вы хотите счастья для себя. Ну, вот мне непонятно, хочет ли она ещё, дети. А только на что вы их содержать будете? Понимаете, вот странно. Вот с этим работаем. Ну, работайте. Вот я, ну скажи, она мне нравится, хотя, в принципе, странно, педагог по хореографии, но хореографии никакой просто-напросто. Хореография хромая. Как за это деньги можно зарабатывать? Есть, короче, профессия психолог, могла бы здесь развивать и больше бы зарабатывала. Психологов, как собак нерезанных. А вот такой педагог, извините, что она копирую ещё поискать? А пенсия она, что ли, это будет? Потому что сегодня все хотят избавиться от целлюлита. А реклама говорит о том, что вот если вот так заниматься, то целлюлита не будет. Нет, моя работа приносит мне не только деньги, но и удовлетворение внутреннее, да. То есть я получаю эмоции, я не буду пилить, я не буду, я в хорошем настроении. Василиса, что звезды? Мне она очень и очень понравилась. Я могу сказать, что по гороскопу она человек любящий, эмоциональный. И все её проблемы с мужчинами были от того, что она до поры до времени не умела мужчинам выставлять требования, границы. Вообще русской женщине нужно умение иногда стукнуть кулаком по стволу, а не только молча сносить. Она, на мой взгляд, хороший психолог, потому что она сама себе объяснила, почему происходило так. Меня в ней всё устроило, я считаю, что это одна из идеальных невест. Готовилась к визиту сюда, что это, на мой взгляд, отдельная заслуга. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Привет, Олег. Здрасте. Как ты и хотел, я неревнивая, но предупреждаю, чуть что, хату спалю сразу. Сразу? Хорошо, очень приятно. Ева, 29 лет. Менеджер в продюсерском центре. Играет на фортепиано, гитаре и саксофоне. Посещает театры и отлично готовит драники. Мечтает открыть ресторан китайской кухни. Гордится тем, что преодолела все жизненные трудности. Предупреждает, что очень рано встаёт. Возлюбленный. Обвинил её в меркантильности и оставил ночевать на улице. Ева надеется, что Олег станет ей надёжной опорой. Чем же вы провинились перед своим мужчиной? О, чем провинилась? Наверное, ничем. Я приехала к нему. Вот я изначально рассказываю историю. С Хабаровска. Окончив институт. У меня было 5000 рублей в кармане. Он меня любил, боготворил. Ждал меня все эти годы. Ева очень интересная. Женственная такая. Интересная. Смотри, какая у неё татуировка. Она очень яркая. Я приехала. Четыре чемодана. Он меня встретит с большим букетом цветов. Я очень хотела Москву покорить. Для меня это была идея фикс, мечтой какой-то. И вот я приехала, он меня встретил. У меня хватило где-то на неделю максимум. Любви не было никакой к нему? Не было у меня любви никакой. Он меня начал раздражать. Вот просто своим присутствием. Он ухаживал красиво, конечно, но порой иногда это было чересчур. Вот эти завтраки в постели. Он пылинки с меня сдувал. А у меня ни друзей, ни подруг, я никого не знаю. И мы начали как-то ругаться. Каждыми днями постоянно. Я со временем нашла работу. На работу, подработку в караоке-клубе. Работа была до 6 утра. Я возвращалась домой. Он закрывал двери на ключ, так, чтобы я не могла туда войти и попасть. Один день мне пришлось просидеть на лавочке, подождать, пока он уйдет на работу. За нелюбовь с вашей стороны мстил? Ну, наверное, да. За то, что, наверное, не давало определенного внимания ему. То, что он хотел. То, что вы не любили, вот и все объяснение. Я его не любила. А я ему не говорила о любви. Я не говорила, что я тебя люблю. Я говорю, скерпица. А на что рассчитывали? Что вы приедете в Москву, будете у него бесплатно жить, есть, он будет... Ну, с моей стороны, это не было обещание. Это он меня звал. Говорит, все нормально будет, подживем, посмотрим. А он все выполнил? Пылинки с вас сдувал? Ну, не знаю, я ничего не обещала. Я обещала приехать, я приехала. Ну, вы же сейчас лукавите, ну, Ева. Ну, потому что... Нет, абсолютно. Ну, он же человек. Он рассчитывал, что... Он же человек. Она что рассчитывала? Я не говорила, что пойду с ним под венец. А почему не пошли в гостиницу жить? Зачем? Вы пошли жить к живому человеку, которого не любили. А потому что он пригласил. Я не говорила о любви своей вообще. Слушайте, ну, меня приглашают. Хорошо. Я же не иду везде, где зовут. Правильно? У меня была мечта, у меня была идея. Да. Приехать в Москву. Он предложил Ева. Он послужил первым лифтом вашим. Да. Я это не скрываю. Да. Я ему об этом говорила. Да. И вы собрали чемодан, и от него ушли куда? Мне было стыдно возвращаться домой на Дальний Восток, потому что как бы это громко уехало. Все у меня будет хорошо, в порядке. Мне позвонила подруга, предложила работу в ресторане 100 километров от Полярного круга. Там был город Усинск, маленький такой городочек. Полгода я там прожила. Заработала деньги какие-то. Скопила сумму как раз таки, чтобы приехать, вернуться в Москву, заплатить за квартиру за три месяца. Это там первый взнос, риэлтором. Приехав в Москву, я сняла эту квартиру. У меня не было денег на еду вообще. Я купила два помидора, два огурца. И я вот на эти овощи неделю жила. У меня даже не было ни масла, ни посуды, вообще ничего. Я прожила, я пересилила все. Я не звонила домой, не плакала, не говорила, мама, как бы у меня все плохо. Мы все лимита, вот я, например, лимитчицы, кто в Москву приезжает, мы все жили в общагах и в проголоде. А как по-другому? Ну и что? Ну это ваша мечта была. Ну я ничего не говорю, это все моя мечта. Слава Богу, что была квартира и были огурцы. Да, слава Богу. Они на вокзале красили лихишки в вокзальном туалете, а потом шли работать в театр. Не самый последний артишка. Поэтому я ни помощи ни от кого не просила, ни от каких друзей. Я не звонила, не плакала. Как он появился меценат, женатый мужчина? А, ну появился, да. Материальная сторона все-таки играет очень важную роль для нее. И сможет ли Олег сейчас есть что предоставить? С ним я простречалась два года. Это были, ну я считаю, что чудесные отношения в плане с его стороны ухаживаний. А морально-этическая сторона ничего не смущала, то, что он был женат? Нет. На тот момент мне не нужно было отношений серьезных, я не собиралась сходить замуж. А даже если переспать, но он женат, он чей-то мужчина. Мы никогда не разговаривали о его семье, я никогда об этом не думала. А почему не думали? Вы уже были взросленькой. Ну сколько взросленькой? 24 года, по-моему, мне было 23-24. Ну почему об этом думать? Он вам помогал, содержал? Да, он мне помогал, он дарил мне шикарные подарки, он постоянно водил меня в рестораны, отлично проводили время. То есть он из семьи забирал? Я не знаю, что забирала, как бы он человек был состоятельный, я к нему очень хорошо относилась. Но не любили? Нет. Ну это же тоже своего рода такая проституция бытовая. А почему проституция? Потому что не любили, потому что только проститутки без любви за подарки и за деньги. А почему из-за подарки и за деньги? Я к этому человеку хорошо относилась. Но не любили. Но не обязательно же любить. Ну он тоже послужил следующим лифтом. Не лифтом, абсолютно. Мы с этим человеком дружим, да по сей день, у нас нет романтических любовных отношений. Нет, я же говорю, мы никогда не разговаривали о семье вообще. Я прекрасно отношусь, допустим, к его семье, с уважением к его детьям. Да нет, если бы вы с уважением относились к его семье, вы бы не заводили шашни с ним и не брали бы денег из семьи. Я из семьи деньги не брала, абсолютно. Я отказывалась, я говорю, он мне дарил подарки, он водил меня в ресторан, я не брала у него денег. И не говорила, дайте мне деньги. Ева, вам 29 лет, вы разговариваете сейчас как маленькая девочка, несмышленная. Потому что однажды, может быть, вам повезет, и вы станете женой чьей-то, и вы уже не юная, и появится молодая певичка, или танцовщица, или бухгалтер. Все может быть в этой жизни. И я не думаю, чтобы вы не испытывали боли. Просто если вы это признаете, вот когда некоторые женщины говорят, да, вот было, очень каюсь, переживаю, не дай бог, там это самое. Тогда я говорю, у кого не было такой ситуации в жизни. Но вы к этому относитесь, как будто бы ничего, ну, поела, сходила в гости, и что такого? Нет, ну почему? Вы спрашиваете, я вам откровенно говорю. То есть совесть никак не мучила вот эта страна вас? Совесть за отношения женатым мужчинам? Да. А сейчас он вам в качестве друга зачем? Мы просто общаемся. Я не оставляю людей врагами, и как бы, а почему они просто не общаться с людьми? Ну хорошо. Тогда с вас еще одна откровенность. Без макияжа. Давайте. Привет, Олег. Я думаю, что отсутствие у меня нарученных ресниц, волос, а также накачанных губ тебя не испугает, а наоборот привлечет. Поэтому жду с нетерпением нашей встречи. Ева. Я бы вас не узнала. А я разная, да. Абсолютно разная. Не люблю краситься вообще. Нравится, потому что яркая. Мне кажется, активная. А мне не нравится. Лучше на шаленке никого нет. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736. А пока реклама. Сколько вы уже живете? Шесть лет в Москве? Пять? Восемь, наверное. Восемь. Что-нибудь нажили? Ну я пока не понимаю, где остановиться. В Москве или еще тоже часто в разъездах. Квартира здесь съемная. У меня на Дальнем Востоке есть квартира. Ну как бы все на Дальнем Востоке. А давайте конкретно. Смотрите, Ева. У Олега есть ребенок. Я как-то с первой невесты обошла этот вопрос. Думала, что ребенок и ребенок живет в Испании со своей мамой. Оказывается, Олег забирает каждый год на три месяца ребенка к себе. На летнее время. Ну летом в основном. А летом я живу в Сочи с мая по октябрь. Думаю, это будет замечательно. Море, песок, климат хороший. Вы там работаете, да, в Сочи? Да. И вас не будет это ни напрягать никак? А почему нет? Я думаю, что мы подружимся. Тем более девочка, да? Да. А вы детей-то вообще собираетесь рожать когда-нибудь? Ну конечно, собираюсь. А когда? Вам уже тридцатник вообще-то. Ну как найду свою половину? Ну я же зачем сюда пришла? То есть вас нисколько не будет смущать ребенок не свой? А не будет смущать то, что, извините, женишок, нищие мы. И бриллианты мы вам, извиняйте, после последнего не купим. Либо сама-то не нищая на самом деле. Хотя у нее здесь и нет квартиры. А что есть? У нее полно квартир в других местах. Что вы говорите? У нее привычная зарплата, да. Поэтому я вообще не думаю, что ее интересует материальный вопрос. Мне кажется, что тут совсем другое. Хорошо, мы быстренько сейчас пристроим нашу жениха. Мы готовы, мы сами вот, вы готовы в нас инвестировать очень хорошо. А что ты мой жениха унижаешь? Я не унижаю. У него нет квартиры, у огромного процента населения планеты Земля нет квартир. Но Олег очень достойно выглядит. У него есть деньги, у него есть специальность, бизнес. Я ее и спрашиваю, она готова на этих условиях или нет? А почему про эти-то условия? Она же пришла сюда искать любовь, а не условия. Мы ехали, она говорит, сейчас меня будет это спрашивать про это, значит, про условия, про квартиру. Она говорит, а что говорить-то? Я говорю, мне не надо это. Она тоже немножко стесняется. А вот 15 лет разница. Рожать сейчас надо, мало ли что. Мне это тоже сейчас надо. Так что же я пришла? Тогда что мы здесь делаем? Может быть, бонус у вас есть скелет шкафу и свидание? Мне, наверное, свидание лучше. Конечно, ну, лучше свидание. Проходите. У нас минутка, да? Ну, что хочу сказать. Очень интересная у себя как бы судьба. Немножко даже чем-то перекликается с моими трудностями, в том числе и на любовном фронте. Ну, конечно, меня интересует, конечно, долгосрочное отношение, чтобы это все было как бы... А как долгосрочное? Ну, я имею в виду, что для брака мужчины, для создания семьи, детей. Мне 29. То есть, можно на ты, да? Конечно. То есть, ты сказал, что как бы это то, что там было, то, что рассказано, это все остается в прошлом. Ну, момент такой, что человек такой творческий, я часто в разъездах, я ищу мужчину, который полюбил бы мою работу и не имел к ней никакой ревности, никаких претензий и конкретно полностью не доверял. Вот все, что мне нужно от мужчины, да, мне не нужны, как сказали, бриллианты, квартиры там, не знаю, это все со временем, если есть любовь, если есть стремление двух людей, думаю, все, это можно достичь. Ну, за желание, чтобы не пускать руки, как вы сказали ранее. В этом с тобой согласен, да. Можно вопрос, вы знаете, вот мы столько говорим, вот честно сказать, про отношения здесь, вот мы говорим про квартиры, еще про что-то. А вот про отношения, например, я не слышал там ничего. Вот на самом деле. То есть, я понимаю, что девочка целеустремленная, да, что она вот идет. Но то, что вот ей, например, нужны серьезные отношения, я не вижу, это один вопрос. А второй вопрос, вот этот мужчина, с которым они продолжают общаться. Вот я не думаю, что, например, если у них завершится отношение, ему понравится присутствие до сих пор другого мужчины, с которым у них неплохие отношения и так далее. Ну, дело в том, что у Олега тоже со своими бывшими очень неплохие отношения. Нет, ну, я имею в виду, он с ними, он общается на данный момент с женой, потому что у них есть ребенок, он порядочный человек. А мы говорим про мужчину, тем более... Нет, он сказал, что с бывшими девушками тоже перезванивается не так часто, как хотелось бы. Нет, ну, как мы сказать, я знаю, я знаю давно... А я сейчас задам вопрос. Ева, вот друзей Олега, что справедливая, волнует история. И общение вас и вашего бывшего. Можете пожертвовать и прекратить общение? Да, конечно, без проблем. Все, а для любимого, дорогого человека. Тогда без проблем, наверное, показать вам будет сюрприз. Давайте. Мне кажется, у Евы достаточно внимания мужского. И это понятно, если она сейчас занимается таким творческим, опять же, бизнесом, да, шоу-бизнесом, что внимания она достаточно получает. И именно от него ей нужны другие все-таки качества. Спасибо. 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 Спасибо вам. Вы бы желали видеть рядом с ним такую девушку? Честно? Да. Ну, я думаю, что Олегу еще раз испытывать судьбу не стоит вообще. Почему? Я слышу только цель, хочу быть в Москве, в Сочи, то есть все. Ну, вот как бы вот так вот. Ну, именно, что нужны отношения. Вот, если он говорит, ну, как бы Олег говорит, то понятно, что он… А она сказала за любимым, хоть на край света, хочу любви. Ну, она сказала потом, когда мы уже начали заводящие вопросы задавать. То есть в начале об этом разговора не было? Не было. Абсолютно они правы. Ну, а что ты, непонятен да непонятен, Вов. Ну, что теперь? Убиться тут. Ну, слушай, ну что, что теперь? Говорить надо то, что ты чувствуешь, а не то, что тебе хочется сказать. А то, что спрашивают меня. Это не только он услышал, вся страна еще услышала. Я считаю, что для Олега это был бы прекрасный вариант, прекрасный. Она видная, статная, легкая на подъем. Я первый раз слышу, что она кого-то защищает. В центре его гороскопа просто самый яркий маячок. Это восходящая планета Венера в Тельце. Да, она живет с ощущением того, что она красива, и поэтому ей можно чуточку больше, чем другим. Она это чувствует внутри про себя. Она это не отменяет работы над собой и каких-то тяжелых жизненных условий. Но, тем не менее, такие женщины, женщины такого типа, очень часто нравятся мужчинам лет на 10-15 постарше. И эти женщины очень часто обретают с ними какое-то нужное спокойствие, стать. Поэтому вот такая, какая есть. А у нас еще есть одна невеста. Вот проходите и знакомьтесь с ней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую тебя, Олег. Рада за тебя и надеюсь, что у нас с тобой всё получится. Привайся, пожалуйста. Привайся, пожалуйста. Три года. А как познакомились? Так, начну так. Я была молодая студентка. У нас в России у всех шаблон, значит, школа, институт, замуж, дети и кладбище. Вот. Но я, видимо, шла по такому же шаблону. А муж был русский. Да. И он вас дико ревновал. Вы сказали, что он вас задушил ревностью. Это была основная причина, да, развестись? Да. Да. Вы ему повод давали? Нет. Я сидела дома с ребенком, а у него были, ну, как сказать, не знаю, видимо, что-то такое. Мания преследования, да. Вот он приходил с работы и говорил, кто приходил? Куда ходила? Кто звонил? И вот это вот постоянно. Ну, ему интересно, потому что он любит, ему интересно узнать, чем вы живете. А что, вам трудно было сказать, куда ходила, кто приходил? Так я никуда не ходила, я дома сидела. А я прихожу после программы и скрываю, говорю, мозг. Я говорю, послушай, а мне сегодня сказал один жених, что 100 из 100 мужчин изменяют своим женам, а те женщины, которые считают, что мужчин не изменяют, у них мания величия. Он говорит, Лялечка, за что ты на меня-то? Я говорю, да ни за что, вообще скажешь спасибо, что разговариваю. Он говорит, ну, я не изменяю. Я говорю, да, а тот жених сказал, что просто все изменяют, но просто вы не знаете. Он говорит, ну, я правда, клянусь себе, я не изменяю. Все, я перестаю с ним разговаривать. Так что ваш мужчина еще был цветок. Сколько сейчас ребенка? Семь. Семь. Мальчик. Это шестилетняя девочка. У вас мальчик по годке. Вы живете в одном городе. Представляете, сколько уже общего и как бы сближающего вас. Вы готовы принять на три месяца не своего ребенка? Конечно. У вас есть куда, допустим, привезти? Раздавете к себе? Да. К себе он к вам приедет? Ну, у меня есть куда. А Олега для этого колбасила по всему миру. Испания, Москва, чтобы сейчас вернуться туда, откуда уехал 40 лет назад. Тут все стоит, что у него в приоритетах. Если для него сейчас важно оставаться в Москве без скала, без двора, да, и продолжать дальше. Вы хотите быть первым парнем на деревне или последним в столице? Но никто же не говорит, что навсегда нужно уехать. В первом столице. Начнем с того, что, извиняюсь, что мы сами с Саратова, мы знаем, как там жить. То есть мы там с рождения. То есть вы не вернете с Саратова? В данный момент, наверное, нет, но в перспективе... А вы готовы переехать в Москву, если вас позовет любимый мужчина? Бросит бизнес, корни. И по съемным 30 лет. Я не могу сказать категорически нет. Почему я могу сказать, что даже если меня Брэд Питт позовет в Лос-Анджелес, и у меня будет работать прислуга Анжелина, я скажу, не хочу. Нравится Москва. Почему вы-то не можете сказать? Потому что у вас есть муж, которого вы любите. Если я буду испытывать сильные чувства коллегу, в принципе, я готова сменить. Но сначала он приедет к вам, чтобы эти чувства у вас зародились. На вашу территорию. Да. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать? Да, конечно. Хотелось бы узнать. Наверняка какой-то есть маленький. А, скелет? Мне, может быть, впервые хочется узнать, что за скелет у вас такая вы прямо лисичка, сестричка. Катарка. 31 декабря. 31 декабря. Вы ходите с подругами в баню. Да. Выпиваетесь там. Да, нет, мы не пьем, просто ходим в баню и все, и приходим домой. А, правда, вы ходите в баню? Это же я так, первое, что на голову взбрела. Нет, нет, да. Мы с друзьями, ну, с девчонками. А кто думал оливье режет? Так, кто готовит. А зачем его резать, когда его можно купить? О, кстати. Знаете, для вас важно, чтобы женщина готовила? Скорее, да, чем нет. Это вообще даже не по-нашему. Нет, по-нашему и Новый год, не 31 декабря. Надо было спросить, готовить-то может, нет? Жених-то мой. А ты что, сама не можешь готовить? Я люблю, когда мужчина готовит. Вкуснее, по-вкуснее. Как ты начинаешь, блин. Получается вкуснее. Молчи ты, ё-моё. Может быть, скелетом-то будет это видео без косметики? Давайте. Олег, тебе переживать незачем. Я натуральная, как слеза младенца. С утра я выгляжу ещё прекраснее, чем при макияже. И, наверное, ещё и сюрприз приготовили. Да. А сюрприз я хочу сделать Олегу массаж рук. Да. По-нашему, по-татарски. Конечно, конечно. Делайте. Так, здесь, Олег, на самом деле я хочу с тобой пообщаться просто поближе и задать несколько вопросов. Чем вообще занимаешься, ну, в Москве? А? Чем вообще занимаешься в Москве? Вообще, какие приспектики? В Москве занимаюсь я недвижимостью. Прямо в Москве занимаешься, да? Да. Да, и как? Ну, как риэлтор. Нравится тебе твоя работа? А? Нравится твоя работа? Работа нравится, да. Ну, классный сюрприз. Хорошо. Такого ещё не было, да? В ВКонтакте. Нет, я такого никогда не видела ещё на программе. Ну, всё, давай пройдём. Всё, благодарю тебя. Это вы массаж? Нет, оно вообще намного больше просто в рамках программы. Да, хорошо. Спасибо большое за кейница. Девчонки, проходите в свою комнату. Павел и Денис, я прямо видела, как вы от зависти у вас глаза пошли по волокой. Я просто смотрел, как он сдержится или нет. Денис. Руки уже намазали. Понравилась землячка? Ну, понравилась, конечно же. Но возвращение в Саратов, я думаю, наши планы. То есть, берёте к себе. Паша, а вам как? Я считаю, что мужчина должен вообще принимать решение. А у нас так получается, что мы его и не спрашиваем вообще. Заберём его туда, заберём его сюда. Где родился, там и пригодился, между прочим. Геннадчик хороший. Это татарка, во-первых. Вам после татарки и Атрайм покажется. Понимаете? Хорошее понимание. Так что мы живучи, выживаемы. С деньгами будете. Обязательно что-нибудь к старости кладбищу соберёте. Так что я за юнарку просто напуска. И всё равно где жиль. Я думаю, что ты сможешь с ним начать за меня. Всё, просто за меня. Ну да, она такая кошечка. Я понимаю, что мужчинам нравятся такие женщины. Нам даже не надо восточный танц танцевать, понимаешь? Оголяться. Ты сейчас показала какой-то танец на коняшке, например. Выкинь со звёздами. При её рождении выходила звезда унук Альхая. Это сердце змеи. Такие женщины бывают себе на уме. Умеют ужалить, если это нужно. Умеют мужчину построить. Но мне кажется, что это и неплохо при нашей жизни. Почему не иметь такой возможности и таких навыков? Ну, как женщины, безусловно, заслуживают внимания. Наступил самый приятный момент выбора. Три очень красивые и абсолютно разные девушки. Алена, Ева и Юнара. Кого вы советуете, Денис? Ну, я бы вот выбирал между второй и третьей кандидаткой. Но склоняюсь, наверное, ко второй больше. Еве. А вы, Павел? Я просто знаю Олега, я знаю, что он выберет второй кандидат. Ева, трудяга, работяга, не будет вам вламывать руки и говорить, хочу это, хочу то. Мне кажется, прекрасный был бы выбор. Я тоже за Еву, потому что у Алены и Юнары дети уже есть. Так что им есть на что опираться и мотивация есть. А вот и у Евы детей нет. Надо, как говорится, размножаться. Василиса. Но если нет льва, приходится брать другой огненный знак, потому что в вашем гороскопе Венера показатель тех женщин, того стиля, который вам приятен в любви, находится в огненном знаке, в Альве. Если нет льва, придется брать Овна, Еву. Вы Овна боялись изначально. И я должна сказать, что у вас сложные отношения с этим знаком, но если вы изначально выясните, в чем ваша оппозиция, в чем вот эта разность, характер, то я считаю, что все может сложиться. Хочу рассказать о предстоящей неделе. На ней нас ожидает удивительно красивая дата. 15 мая 2015 года, и это пятница. То есть 15, 05, 2015 и пятница. Тем, кто падок на такие красивые числовые совпадения, должна сказать, что, увы, этот день ни для чего не обещает быть очень хорошим. Поэтому не нужно какие-то особенные события в вашей жизни к нему как-то пристраивать, планировать именно на него. Вообще вся неделя будет довольно сложной. На небе развернется оппозиция двух планет Марса и Сатурна. Это вечные враги, крайний жар и крайний холод, которые между собой схлестнутся. Люди тех профессий, которые предполагают активность, напор, риск, ну, например, бизнесмены или военные, к сожалению, столкнутся с большим количеством препятствий на этой неделе. А те люди, которые по роду деятельности, наоборот, должны контролировать, строжить, такие как учителя, или те люди, которые следят за соответствием действий закона, юристы, например, это те люди, которые будут бесконечно атакованы чужой утомительной активностью. Я всем желаю удачи, осторожности, осмотрительности, потому что еще эта неделя будет, к сожалению, травмоопасной, пожароопасной. Я думаю, вы решились и знаете, к кому пойдете. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Сегодня я встретил девушку. У нее были большие голубые глаза и длинные светлые волосы. Я каждый вечер подходил к ее балкону и пел ей песни. Она выходила и смотрела на меня. Но однажды, когда я пришел, девушка не вышла. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Олега. Вот так вот. Я знала, что ты придешь. Я думаю, что мы найдем общий язык, потому что так очень много общего у нас сложилось. Конечно, найдем. Не переживай. Не волнуйся. Все, что мы будем общими друзьями. У нас есть пара Олег и Ева. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гудеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Рада за вас. Я Михаил. Мне 26 лет. Веду семей... продолжаю семейный бизнес. Эксперт по перепелкам. Парень хоть куда и печку могу построить, и ремонт в квартире сделать. Ищу русскую красавицу, которую ценят традиции. И вообще, я лапшевных дел мастер. Если хочешь вот эту лапшу, приходи ко мне. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.